Пока бежали Аллаха, громко поминали, свидетельства веры громко произносили «Ля-Иля-Иля-Ллах» и со всех ног оттуда. То есть место с высокой концентрацией призраков. Учителя же предупреждали «не ходите». И как получилось? Один из нас, студент, молоденький он тогда был, имя говорить не буду, он, наверное, вырос уже. У него уж дети, наверное, просто не хочу его позорить, не хочу компрометировать. Так вот, он сам был с запада, так, лет сколько же ему было? Где-то около, ну, 13 лет, в районе этого. Из Бангладеша. Ни слова по-английски не знал. Какой уж там другие языки. Чисто бенгалец. Он был самым тихим ребёнком. Представьте. Просто тихий, ходил сам в себе и всё. Коран старался выучить, и он успел выучить один джуз. Одну тридцатую часть Корана. И однажды, как получилось? Он вдруг забрёл в другое крыло этой базы. Вернулся. Ну, никто этому значения не придал особо. Он вернулся и вечером, когда мы все вместе сидели и читали. Меня в это время не было рядом, но другие рассказывали. Но потом я пришёл, чтобы это проверить. Так что это то, что я лично проверял. В общем, как было. Он пришёл с Кораном к своему учителю. Вдумайтесь. Пацан, молоко на губах не обсохло. Который ничего толком не знает. Приходит с Кораном к своему учителю, кладёт перед ним Коран и говорит. Проверьте меня. Причём не по-английски, а по-арабски. Паренёк, арабский, вдруг выучил. Говорит, проверьте меня. Учитель на него смотрит и думает, чё смеяться-то. В те времена легко можно было и плюху словить, знаете. За такие приколы можно было неплохо так и грести. Ну, а паренёк этот настаивает. Проверьте меня. Проверьте. Как хотите. Учитель говорит, ладно. Закрываем Коран, говорит, давай пятнадцатый джуз. Учитель смотрит, типа, как такое может быть вообще? Начинает другие места проверять. Ещё одно место, ещё одно. А этот мальчик, оказывается, знает Коран. Да ещё и чуть ли не лучше учителя по-арабски разговаривает. То есть этот мальчик вдруг отменным арабским овладел. И когда мы это услышали, мы приходили, я конкретно приходил к нему. Встречался с ним. Он по-арабски начал разговаривать. Странно. Ну и потом мы такие, ну ладно, чё, всякое бывает. Божье чудо. Как бы не так. Я их сказал, единственный способ избавиться от влияния этого джинна это вернуть этого мальчика обратно в родной город. Через месяц мальчик вернулся. И был всё тем же, тихоней, с опущенным взглядом, ни слова по-английски и по-арабски, и знал всего один джуз Корана. Почему так получилось? Возможно, из-за того, что с какими-то долгами это было связано. Он чем-то внимание джинна привлёк. В итоге вселился. Мальчик, походу, слабый был. И он смог вселиться в него. И таких случаев много.